С наступающим Новым Годом всех нас, дорогие друзья! Это прекрасно, это чудное время, когда один год уходит и приходит второй год. Пускай это календарное всего лишь событие, но это прекрасное время. Это время праздника, это время какого-то подведения итогов, новых планов, новых целей, какого-то обновления, обновляется календарь. Многое может обновиться в вашей жизни в том числе. Но чтобы это произошло в жизни каждого, кто верит, кто всем сердцем принял и верует в Иисуса Христа, Господа и Спасителя. Я хочу вам сказать, друзья, это происходит тогда, когда мы наполняем свою жизнь Божьим Словом. Поэтому я хочу сегодня, поздравляя вас и желая многие хорошие, полезные вещи вам, я хочу прочесть из Евангелия от Матфея, 1 глава, 21 стих. «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Так часто для многих людей, которые еще не знают Христа, когда речь идет, когда они слышат благую весть, когда они слышат о том, что Иисус сделал, Иисус совершил, или кто такой Иисус, очень часто для многих людей они, не все они принимают, не все они принимают эту благую весть. Мы не будем рассуждать сегодня о теологии или еще о чем-то, но так часто происходит, люди не принимают. Почему? Потому что им кажется, что речь идет только лишь о самом Христе. Но как прискорбно, друзья, когда те, которые уже рождены свыше, те, которые уже приняли эту благую, прекрасную весть о том, что Иисус Христос является их спасителем, и теперь Он Господь их жизни, как часто мы забываем, друзья, что вот в этом стихе, именно в этом стихе содержится обетование, что когда придет Христос, на этом все не закончится. Смотрите, здесь написано, что родит сын, и наречешь имя Иисус, и дальше идет, потому что, ибо. То есть дальше есть какое-то продолжение. И я хочу вам сказать, друзья, это продолжение, оно не только действует сегодня в вашей жизни, оно и будет действовать в вашей жизни, если вы сможете довериться тому, что написано дальше. Здесь написано, Он спасет людей своих от грехов их. Это, друзья, вечный процесс, это процесс, который продолжается в жизни каждого человека, каждого христианина до тех пор, пока мы не встретимся лицом к лицу с нашим Господом. И я вам хочу сказать, в вашей жизни, если вам вдруг ошибочно начинает казаться о том, что ваша жизнь закончена, или все идет не так, или все валится, или у вас абсолютно все сложно, и вам кажется, что тьма проникает во все сферы вашей жизни, я хочу вам сказать, друзья, после рождения Христа ничего никогда не заканчивается, все только начинается, и все идет, все близится к своему прекрасному, кульминационному, самому главному моменту, когда каждый из нас, мы встретимся со Христом в Его славе, и мы будем видеть Его лицом к лицу. Поэтому, что бы в вашей жизни сегодня не происходило, друзья, смотрите вперед, смотрите и видите, потому что Христос, когда Он родился, исполнилось это обетование. В Нем есть будущность и надежда. Поэтому именно в вашей жизни и есть эта будущность и надежда. Изучайте внимательно Писание, друзья, и Бог обязательно будет вас благословлять. Увидимся!